Мы шли со школы, и она накинулась вот в этих вот двух домах. И мы как раз в костюм зимний переоделись, и она на штаны, на рюкзак, на все вот это набросилась. Но мы пришли целенькие, слава богу. Жители домов по улице Воронежской рассказывают сотрудникам службы отлова о сложных взаимоотношениях с безнадзорными собаками. Во дворах много четвероногих, у которых нет хозяев дома. Не все животные ведут себя дружелюбно по отношению к людям. Проблема назревает периодически, потому что люди постоянно то подкидывают щенков, то собака убегает, в итоге одичает и тут остается в парке. Но в основном у нас подкидывают собак или приходят к других районам собаки. Территория вокруг парка Воронежские озера считается одной из самых сложных локаций. Сотрудники службы отлова безнадзорных животных выезжают сюда уже не впервые. Собак забирают гуманным способом. Крупных особей успокаивают седативными препаратами, а затем переносят в спецтранспорт. На четвероногих в процессе отлова надевают веревочки с бирками, где в закодированном виде указано место отлова. Затем животных отправляют в приют. Мы стараемся выстроить какую-то основательную систему работы в данном направлении. То есть это не просто отлов, стерилизация и выпуск. Это увеличение численности посадочных мест для животных на постоянное проживание, для того, чтобы на улицах их стало меньше. А также, конечно, система мониторинга, для того, чтобы понимать, что происходит в каждом конкретном районе. Как мы можем отслеживать ситуацию не только с бездомными животными, но и с домашними, с которыми хозяева относятся безответственно. С начала 2023 года с улицы дворов областного центра подрядчик забрал более 250 безнадзорных собак. В приюте их стерилизуют, вакцинируют. Если животное не проявляет агрессия, его возвращают на прежнее место обитания. Стоит отметить, что в Самаре выпускать собак нельзя там, где находятся образовательные и спортивные учреждения, поликлиники, больницы и места отдыха горожан. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.